Насколько хорошо современные школьники могут анализировать, обобщать и сравнивать материал? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, была придумана новая форма проверки знаний. Каждый год в спортивном зале 16-й школы собираются юные эрудиты, чтобы побороться за звание победителя городского этапа метапредметной Олимпиады школьников. Это образовательное событие, где многое происходит по замыслу детей. И на самом деле, эта Олимпиада отличает от других Олимпиад то, что задания не имеют готовых ответов. То есть нельзя сказать, правильно четко или неправильно, но здесь главные творческие решения детей. Эти самые творческие решения находятся в процессе активного взаимодействия в группе и мозговых штурмов. В команде из четырех человек участвуют по одному ученику из пятого, шестого, седьмого и восьмого класса. В процессе работы выясняется, что умение понимать суть проблемы, находить и анализировать дополнительную информацию совершенно не зависит от возраста. Работа в разновозрастной команде всегда очень полезна и обогащает, взаимо обогащает всех участников этой команды. Во-первых, вырабатываются навыки учебного сотрудничества, очень полезные для будущей профессиональной и предпрофессиональной деятельности. Во-вторых, дети обучаются умению решать разные задачи, используя разный опыт. Валерий Краснов учится в шестом классе и уже во второй раз защищает на метапредметной олимпиаде честь седьмой школы. Когда в команде четко распределены обязанности, а все ее участники уделили время подготовки, можно рассчитывать на победу. Мне интересно участвовать, принимать участие в олимпиадах именно в таком формате, потому что тут можно красочно оформить газету, тут у тебя больше фантазии ты проявляешь. И вот именно работа в команде, то, что ты можешь пообщаться, кто-то может дать более хороший совет. Метапредметная олимпиада школы Росатома проходит в несколько этапов. За пять часов ребята успевают выполнить несколько типов индивидуальных и групповых заданий. Команды решают нестандартные задачи, после чего начинается процедура публичной защиты. Победителями финала первой метапредметной олимпиады стали саровчане. А по итогам всех олимпиад пяти мы занимаем самую высокую рейтинговую позицию по набору мест. Потому что мы только один раз не заняли призовое место, а так всегда это первое, второе, третье. Вот это приятно на самом деле. Это подчеркивает высокий уровень образования в Сарове. Это важно. Победители муниципального этапа метапредметной олимпиады будут представлять Саров в финале, где встретятся со школьниками из других городов присутствия госкорпорации «Росатом». Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.